Да, мне интересно, кто не пользуется Фейсбуком вообще, и я так вижу, понимаю, что большинство пользуются, да, кто сегодня пришел из мастеров, пользуетесь Фейсбуком, большинство пользуются, но есть те, кто еще нет, есть, но не пользуются, ясно, есть там аккаунт, просто как пользователь, да, не бизнес-аккаунт, просто всем добрый вечер. Да, сегодня мы поговорим о том, как использовать Фейсбук не просто как пользователь, да, вот мы все знаем Инстаграм, да, у всех есть там странички, и у нас есть странички именно по Атоме, мы там работаем, мы привлекаем регистрации, да, в свою структуру, но также отдельное место должно в вашей работе также уделено Фейсбуку, потому что Инстаграм не так популярен, как мы думаем, да, что он популярен для всем мире, на самом деле у многих европейцев, у американцев нет аккаунта в Инстаграме, но у всех есть Фейсбук, поэтому чтобы нам с вами найти тех желанных, да, потенциальных лидеров, свою команду, нам нужно использовать ту соцсеть, которую пользуются они, то есть если мы пользуемся только Инстаграмом, мы как бы урезаем, да, свою целевую аудиторию, когда мы и в Инстаграме, и в Фейсбуке распространяем свою информацию, то мы расширяем свой круг. Молтынгуль, хочу научиться, Жанна, аккаунт, есть инфа, дублируется с Инстаграмом, а, понятно, ну вот у Жанны уже тоже хорошая идея, это дублировать все, что вы делаете в Инстаграм, то и дублируется и на Фейсбук. Сейчас я вам покажу, как это выглядит, да, вот мой Фейсбук, это личная страничка, и я раньше использовала ее просто для того, чтобы делиться какой-то личной информацией, сейчас она больше у меня, ну, я говорю здесь про бизнес, там у нас здесь мои фотографии, да, у меня в основном все, и фотографии профиля, и, ну, в общем, посты тоже о Казахстане, ну, личные тоже есть. В общем, что нужно сделать, у кого совсем нет Фейсбука, это создать, да, аккаунт в Фейсбуке, и Фейсбук вам не даст создать аккаунт, который не называется вашим именем и фамилией, то есть это обязательное требование, имя, фамилия. И дальше, когда вы создали свой аккаунт, да, вы можете добавить друзей, и Фейсбук это делает очень легко, то есть в Фейсбуке очень легко найти друзей, круг друзей, потому что он сам предлагает вам людей из вашей записной книжки, скажем, да, людей, которые вы можете знать, то есть это прекрасно делает Фейсбук, он отслеживает, да, все наши контакты, поэтому с Инстаграмом он также сантехронизируется, поэтому тоже отличная возможность, да, то есть вы можете только зарегистрироваться в Фейсбук, и сразу же у вас будет много друзей. Даже благодаря Томме, да, вы можете, и Фейсбук может вам предлагать постоянно друзей, и люди могут к вам добавляться, потому что очень легко, да, дружить, начать дружить с людьми на Фейсбуке, вот, это первое. Ну, конечно же, нужно писать про себя информацию, как и в любой соцсети, важно доверие, чтобы вы вызывали доверие. И далее, когда у вас уже есть личная страничка, вы можете создать бизнес-страничку. То есть я вот недавно написала, что я бренд-амбассадор в вот этой группе. То есть вот это моя бизнес-страничка. Вот так она выглядит. Это не суперкрутая бизнес-страничка, я ее, честно говоря, давно не пользуюсь, ну, как бы активно, да, я просто вот, как писала Жанну, я дублирую все посты с, так, с Инстаграма. То есть вот все посты, которые я делаю в Инстаграм, они синхронизируются в эту же группу. То есть мне не нужно, да, отдельно эту группу ввести и отдельно Инстаграм. Это вы можете соединить, да, здесь есть в настройках слева соединить ваш Инстаграм, написать, и тогда он синхронизируется. То есть вот все мои посты, они здесь высвечиваются. Ну, не все, то, что позволяет Инстаграм синхронизировать. Например, только видео или только фото, да. Такие посты, где у вас в Инстаграме, где у вас и фото, и видео, такие нельзя синхронизировать в Фейсбук. Я вижу, я сегодня делала пост в IGTV, долгий такой, на 5 минут где-то ролик. Я его здесь не вижу, значит, он тоже не синхронизировался, да. Вот. А также в Фейсбуке вы можете вступить в разные рода группы. И когда мы говорим о том, как находить партнеров, да, в свою команду, нам сначала нужно создать образ, да, кого мы хотим в свою команду. Так, Зариф пишет. Лично я познакомился со спонсорами в Фейсбуке. Вот, Зариф из Турции, команда из Турции, они активно пользуются с Фейсбуком, да. И вот так познакомились. Отлично. Да, Фейсбук это интересно. И вот в Турции тоже, да, пользуются популярностью. И давайте напишем сейчас эту цель, да, найти себе в команду потенциальных лидеров, найти новые регистрации потенциальных клиентов или людей. Каких людей вы хотите себе в команду? Давайте напишем сейчас в чате. Такую историю вспомнила, что прежде чем найти Владимира, я написала в тетрадке образ, какого я хочу себе мужа. Я очень подробно расписала, да, наш, например, один день, что происходит в тетрадке, как я себя при этом чувствую. Ну, в общем, у меня была четкая картина, и я каждый день представляла, да, что мы общаемся. То есть я вот так нашла Владимира, да, я сама нашла его. И сделав вот эту внутреннюю работу, и сама, да, делая действие, я поехала на вечеринку, да, где он был. То есть я сделала и ментальную работу, сначала как бы загадала, да, нужного себе человека, и потом сделала действие. Я вообще пошла, и вот так мы встретились. Поэтому давайте пишем в чате. Если просто у вас нет видения, какого вы хотите, каких партнеров, то очень сложно будет найти каких-либо партнеров и привлечь их в вашу жизнь, в ваш бизнес. Поэтому я вам советую обязательно написать тетрадки. Ну, сейчас в чате работаем, потом после вебинара напишите в тетрадке, какую вы хотите команду, каких партнеров, из каких стран. Всё должно быть очень подробно. Так, я вижу, уже пошли варианты. Давайте писать активно. Кто больше пишет, у того будет больше партнеров. Мира пишет общительных, активных. Отлично. Более детально давайте ещё добавим. Местоположение, пол, национальность. Что ещё? Интересы. Семейное положение. Всё интересно. Прямо нужно увидеть их таким внутренним взором и таким образом притянуть их. Да, дальше мы будем делать действия. Так, ещё. Активных сетевиков куляж хочет. Отлично. Да. Когда говоришь сетевики, да, уже представляешь, что это не молодые люди, да. Обычно молодёжь, они не увлекаются сетевым бизнесом, а уже более зрелый возраст, которые имеют опыт. В каких компаниях вы хотите сетевиков? Из каких компаний, чтобы у них был где опыт? Да, тоже напишите. Себе сейчас в чат или себе в тетрадку. Так. Наталья пишет. Активных, самообучаемых, контактных, стойких. Отлично. Хороший профайл, такой профиль создали. Богатых. Зухара хочет найти клиентов, партнёров. Да, но это, мне кажется, клиентов больше подходит богатых. Потому что партнёры, если у них уже всё, да, они состоялись в жизни, у них всё прекрасно, то вряд ли их заинтересует бизнес. Поэтому будьте здесь более точными, да, богатых клиентов. Это которые вам будут постоянно заказывать химохимы, космей, абсолюты, ампулы, синергия, да. Прям вот представляете, что они будут заказывать. Мы составляем такую картинку в своей голове. Так. Наталья пишет. Ключевых, активных, позитивных, классных, мощных, таких, как вы. Спасибо, Наталья. Афшар. Ключевых, активных. Отлично. Давайте дальше. Зариф. Каждый день ставлю рекламу на Фейсбуке, в группах. Супер. Зариф. Вот как раз это одно из того, чем мы будем сегодня заниматься. Артур пишет. Активных людей с опытом сетевом. Интересно. Шинар. Хочу побольше активных партнеров, покупателей из зарубежных стран. И, Шинар, распиши обязательно, каких стран. Например, каких стран можно подумать, где о томе уже есть, где есть уже возможность заработка, и куда вы сами хотели бы съездить, слетать. Потому что тоже, да, сразу у вас появляется целевая аудитория, а не просто зарубежных стран. И мы вот как бы расфокусировались, когда у вас есть четкое понимание, каких вы хотите партнеров, из каких стран. Уже более так четко мы представляем, а когда у нас есть четкая картинка в голове, это быстрее придет в нашу жизнь. Так, Алтынгуль. Тех людей, которые ищут работы разной национальности всех возрастов, которые хотят изменить жизнь. Хорошо. Да, не обязательно эти люди придут именно к вам. Они могут прийти через ваших партнеров. То есть со своим партнерами вы можете тоже проделать такую практику. Дальше. Сем пишет. Мои партнеры позитивны. Так, а Сем уже, видите, пишет в настоящем времени, что у меня уже партнеры. Позитивные, самостоятельные, ответственные, дисциплинированные, осознанные, легкие на подъем, целеустремленные, креативные. Окей. Турция, страны Европы. Отлично. Шинар уже есть определенное место. Да, я хочу в Турцию, я хочу в Европу. Отлично. Тина, амбициозных, с глобальными целями, страны Турция, вся Европа, Россия, Австралия. Отлично. Мира общительных, активных, стрессоустойчивых, целеустремленных и страны СНГ. Это Узбекистан, Кыргызстан, Турция, Испания, Европа. Отлично. Спасибо вам большое. Классные у вас, классное видение. Сразу так уже легче, да, как будто прям представляешь, что к тебе в команду приходят эти люди, чем если мы не будем задумываться об этом, тогда сложно даже представить, какие люди. А тут мы детально представляем, и здесь это прям всегда работает. Действительно. И на своем примере убедилась, и на примере людей. То есть тот, кто использует свой внутренний потенциал. Так, Германия, Канада, Турция, СНГ, всю Европу. Хочу, Наталья, в шар. Классно. Да, представляете, что вся Европа, да, тогда вся Европа, это обязательно нужно расписать страны в Европе, из которых к вам в команду приходят люди. И в идеале так, да, что вы там подаете объявление или делаете рекламу, и именно такие люди, они приходят, да, делают заявки, оставляют сообщения, спрашивают, а что да как. Так, айбаша адекватных, активных, осознанных со всего мира. Тоже распишите обязательно страны. Можно даже вплоть до городов расписать. Вот, отлично, хорошо. Теперь мы загадали, да, мы себе расписали. Теперь действия. Какие действия нам нужно предпринять, чтобы этих людей к себе привлечь? Давайте снова вернемся к Фейсбуку. Так, когда мы жили за рубежом... Чтобы привлечь людей, нам нужно понимать их психологию. Например, многие, да, написали, что хотим вот людей из Европы, из Австралии, еще других стран. Мы поняли на своем опыте, что лучше всего привлекать наших людей, да. И с иностранцами, особенно если вы не знаете, да, иностранных языков, то будет почти нереально наладить контакты, зарегистрировать их в команду и удержать их. Поэтому мы советуем делать упор на русскоязычных, которые переехали в другие страны. И теперь, когда мы думаем о том, как найти этих людей, мы должны думать, как они, да. То есть это люди, переехавшие в другую страну по тем или иным причинам. И да, мы, вот, например, когда мы поехали в Корею, я до, еще до Атоми, я вступила в группу. Потому что за рубежом ты скучаешь все равно по родине, по языку, да, особенно если переезжаешь в страну, где говорят на совершенно другом языке, непривычном, то ты скучаешь по языку, по людям своим, нашей, да, мы им называем нашей, где-то, например. И вот такая я была, вступила, когда жила в Корее, нашей в Корее, вот в эту группу. Вот эта группа, здесь 14 тысяч участников, вот. И как найти партнеров в Корее, да, вы можете через эту группу. Мы вступаем в эту группу, да. Я не помню, я еще здесь. Нет, я уже вышла, да, из нее. В общем, есть возможность у групп делать рассылки. Что-то писать, какие-то сообщения, спрашивать. Тебе пишут комментарии. Ну, как бы начать разговор уже вот так, да. Завязать разговор и затем предложить человеку там бизнес, а ты знаешь там про эту продукцию и так далее. Также я была в группе, которая называется «Мамы в Корее». Наши мамы в Корее, что ли, что-то такое. И наши дети в Корее. Вот я вижу, тысячи здесь есть. И работа в Корее. Видите, очень много... Парахолка Южная Корея. Очень много вариантов, где можно, куда можно вступить. И это только вот в Фейсбуке, да, люди из Фейсбука. Только в Фейсбуке есть такая возможность вступить в эти группы. И там начать знакомиться с людьми, которые живут в Корее, да, которые ищут работу и так далее. Конечно же, не сразу, да, вот вы дали какое-то объявление, не сразу вы получите там суперрезультат. Но вот Зарифта пишет, что каждый день подает какие-то объявления, рекламу. Обязательно вы найдете своих людей. Но это касается не только Кореи. Я вот вчера написала «Наши в Европе», да, «Наши в Испании». Давайте «Наши в Испании». Так, вот есть такая группа. Здесь сколько человек тоже показывает. 4 тысячи человек. Как вы знаете, в Испании сейчас активно развивается Атоми. И компания думает, где открыться в Испании или в Германии. То есть где быстрее открыться. То есть там однозначно откроется компания, потому что у меня есть большие уже структуры. И в одном из этих стран откроется обязательно филиал. Поэтому почему бы и не, тоже не работать, да, в этой стране. Тем более они уже могут зарабатывать через английский сайт. Вот. Так, я еще вот так писала. «Наши в Европе». То есть это русскоязычные люди, которых можно найти и предложить им свой бизнес. Давайте посмотрим. А чтобы перед тем, как давать какое-то объявление, мы обязательно изучаем эту группу, что обычно пишут в эту группу люди. Вот здесь, например, написано, да, почти 20 тысяч участников. Большая довольно группа. И объявление бесплатно можно давать. Вот здесь написано. «Объявление для всех русскоязычных жителей и гостей Европы». Вот кто писал, что хочет команда в Европе, вот, пожалуйста, люди есть здесь. Они читают эти объявления. Они все у них в ленте появляются, потому что они подписаны на эту группу. И смотрим. Здесь работа, да, примерно представлять. И вот на вот это объявление я вчера так посмотрела и подумала, что прям похожее, да, на… Если бы Атамианка написала такое объявление. Смотрите, требуются русскоговорящие сотрудники в международную кампанию. Удаленно, легально можно совмещать с основной работой. И здесь есть лайки, да, то есть реакции людей. Мы видим, что люди читают, что еще реагируют, а также комментируют. 45 комментариев. То есть даже вот такая простая картинка с текстом, она вызвала уже интерес у людей. Давайте посмотрим. Так. Вот. Сейчас все комментарии вот так. Пожалуйста, в личном сообщении, да, сообщите. Что за компания? Что за фирма? Неинтересно. То есть что делает Наталья, да? Она пишет в личку тем людям, которые откликаются на это объявление, комментариями. Она пишет, мне интересно. Также человек, которого заинтересовало данное объявление, может быть, он может пройти к человеку в профиль и там начать уже разговор, да, в личке. Так. Интересно пишет, да. Интересует. Вот сколько людей заинтересовалось, да, этим? Здесь вот спрашивают сетевой, а Наталья пишет, конечно, да. То есть открыто пишет, мне. Так, дальше. Плюсики, да, кто-то уже свою рекламу ставит на рекламу этого человека. Так. Мне согласен, пожалуйста. То есть интерес вызвала, да, такая вроде простенькая реклама. Вам не надо было там продукцию показывать, да, вы просто написали такое, такие слова цепляющие. Международная компания, да, именно русскоговорящие сотрудники. Это тоже такое попадение в цель, потому что вы зашли в группу нашей в Европе, да. Наши, это уже значит, что все говорят по-русски. То есть все, которые находятся в этой группе, они подпадают под эту категорию. Международная компания тоже вызывает доверие, слово удаленно, да, говорит о том, что можно работать дома, легально, о том, что компания официальная, и можно совмещать с нами работой. То есть очень много таких правильных слов, которые вызвали большой интерес. Так, ну, по всем дальше объявлений не будем идти, просто как для примера. Также я зашла посмотреть в профиль этой девушки, и у нее есть посты. И я просто пыталась понять, это о томе или нет. Вот, смотрите, какой пост у нее есть. То есть это уже мы зашли к ней в профиль. Бизнес под ключ без рисков, офисов, складов, без купи-продай. Бизнес с качественным продуктом, который нужен всем. Бизнес с неограниченным доходом и возможностью пассивного дохода. Бизнес в кармане с возможностью работать с любой точки мира. Это экологичный бизнес, честный, легальный, приносящий пользу. Бизнес с партнером по всему миру. Бизнес, который можно передать по наследству. Слишком идеально, но это уже есть. Я готова тебе показать модель такого бизнеса. То есть когда вы такие объявления отправляете в разные группы, обязательно сделайте тоже посты. вот с описанием вашего бизнеса. То есть это нужно делать, потому что люди, заходя в ваш профиль, они должны понять, куда они попали, да, что это за, что вы там предлагаете интересного. То есть они должны уже так ознакомиться. И там серия постов также у нее с похожими постами. И в чате напишите, пожалуйста, как вы думаете, это о Томе, о Томианке? Да или нет? Мира, да? Еще несколько ответов. Да, инфопродукции? Нет. Нет, нету. Но тоже такой приемчик, да, чтобы люди, которые что-то слышали, ай, ай, это ее компания, сразу, чтобы сразу не отвернулись, сказали нет, да, а тут такая интрига сохраняется у Натальи. И я так просто поизучала, зашла в ссылку на профиль, и я поняла, что это другая сетевая компания. Но очень так грамотно, да, мне понравилась эта реклама. Я думаю, что мы тоже можем писать подобные слова. Вот еще раз покажу. Коротко, емко. То есть не надо целые просто не писать, а людям должно быть понятно. можете, конечно, не копировать, именно так писать, но идею саму уловить и увидеть, да, что есть интерес у людей от этих слов. Поэтому давайте еще поищем, да, вот наши, наши, где мы еще, в Австралии? Австралия по-русски, вот. Так, давайте посмотрим, где больше всего людей. Конечно, в нашей Европе больше всех, да, но я вот Австралия по-русски 7 тысяч. Есть просто Австралия 6 и 7, давайте посмотрим. Вы можете присоединиться в группе, это бесплатно совершенно. И тут идут обсуждения. Так, всякие объявления, да. То есть вы можете быть одним из тех, кто даст объявление. Как видите, под объявлениями есть комментарии, есть какой-то, в общем, вы знаете, что ваше объявление увидит. И уже от того, насколько объявление привлекает внимание, насколько вы так все написали, что людям интересно. Но вот то, что мы смотрели наши в Европе, да, я там большинство, да, увидела объявление о работе. Можно прямо найти такую группу работа в Германии, например, да, прикольно. Я, кстати, состою в этой группе. Работа в Германии, в Польше, Чехии. То есть мы вот так сразу, группа, которая найдет на три страны, тоже нам подходит, да. Во всех трех странах есть возможность заработка за тонн. Почему бы нет? Можно здесь поставить свое объявление. Так, очень похоже на Атомию, особенно, да, вот, передать по наследству, когда я прочитала, я точно не подумала, ничего себе, это прям про Атомию, но, оказывается, нет. Да, такие приемчики, да, согласна. Полностью совпадает описание с нашими. Ну, вот, вы можете ее посты брать, да, просто напишите ее имя вот здесь в поисковике, оно высветится. Далее, работа, да, работа, почему классно, мне нравятся группы работа в Германии, то, что здесь люди ищут заработок, да, то есть мы ищем потенциальных лидеров в свою команду, люди, которые ищут дополнительный заработок. И вот Наталья писала, что хочет таких же партнеров, как мы, и почему мы заинтересовались этим бизнесом, потому что мы жили в другой стране, да, мы хотели тоже иметь возможность дополнительного заработка, что-то свое родное, да, работа на русском, плюс возможность развития, роста, классная продукция. В общем, вам нужно найти, да, таких людей, которые нужны на Томме, и мы можем это сделать через Фейсбук. Какие еще страны вы писали, тоже мы можем написать, так, США, Канада, давайте Канада, да, работа в Канаде, может быть. Так, что-то я не вижу, вступайте в Канаду, иммиграция, работа в Канаде, вот, Jobless Canada. Так, ну, здесь нужно присоединяться к группе, а потом только вы увидите объявление, да, такие тоже бывают группы, где они закрыты, не сразу видно, все вот русские в Канаде, тоже прикольно. Нам подходит, да. 11,8 тысяча, это тоже закрытая группа, вы пока не видите. Ну, то есть вот так, да. Давайте посмотрим, какие-то есть вопросы, может быть, пока. Я в Фейсбук вообще не захожу, а как в таких группах писать объявление? Нужно начать создать вакансию, я, наверное, пропустила этот момент. Да, там есть кнопочка создать объявление, это просто как писать пост, например. Как написать, и как мы видели, да, на примере Натальи, то, что не просто пост, а не просто текст, да, а вот на картинке. Сейчас я посмотрю. Давайте вместе посмотрим, как это сделать. Так, в какой группе я состою? Работа в Европе. Где работа в Германии? Вот, создать вакансию, да, ну, это группа работа в Германии именно. Если эта группа просто наша в Корее, да, или наша в Европе, то там не, ну, не будет слова создать вакансию, создать объявление. Здесь именно создать вакансию. И вы пишете, так, информация о вакансии, должность, место работы, тип занятости, описание, ну, то есть уже более конкретно, да, здесь не как в прошлой группе, не просто сам пишешь, что хочешь, а здесь нужно уже более конкретно написать. Так, давайте в ту группу вернемся, в наши в Европе. Я тоже здесь стою, да, да. И вот здесь просто, видите, создайте общедоступную публикацию, фото или видео, то есть можно создать, вот, как до этого я показывала, просто взяла вот один из этих шаблонов и здесь уже написать там, да, ну, конечно, мы не пишем сразу компанию, мы создаем интригу, там, работа, да, как там была, удаленная работа, с возможностью заработка, ну, в общем, вы тут уже на свое воображение пишете. То есть уже смотрится лучше, чем если это будет просто текст, да, то есть вы можете здесь выбрать любую обложку. и просто отправить. Дальше модераторы смотрят, да, что у вас нормальное объявление, и что его можно публиковать, и публикуют. Это что касается бесплатных объявлений. Понятно, да? Можно работать таким образом ежедневно. Можно в разные группы вступить, наблюдать, какие объявления там набирают больше всего комментариев, лайков и что-то примерное создать. То есть это наблюдение и затем действие. Напишите в чате, пожалуйста, все ли понятно, как вам эта идея. Да, сразу вот так вот бесплатно вещать на большие аудитории. Алтенгуль пишет, можно яйцо глянуть. Я отправлю личку. Всем пишет, супер. Спасибо. Спасибо всем. Да, почему бы нет? То есть это для тех, кто не хочет тратиться на рекламу, не умеет делать рекламу. Но вот такой вот простенький пост можно отправить. Классная информация, спасибо. Да, спасибо вам. Да, ну это что касается бесплатного. Также, конечно же, в Фейсбуке есть платные объявления. Здесь все понятно, да, по этой теме. То есть мы в поисковике пишем любую страну, любой запрос, и вам Фейсбук находит группу. Дальше я бы хотела показать также рекламу. Когда реклама, это уже то, за что вы платите. И нужно правильно настраивать рекламу, таргет, он также называется, чтобы ваш бюджет не сливался просто так. Так, когда вы создаете рекламу, вы называете как-нибудь свою компанию. Мы долго не будем здесь задерживаться, потому что это довольно сложно, да, с первого раза все выглядит. Здесь мы выбираем категорию, можно работать, да, выбрать и стран. Ну вот, например, Австралия. Давайте первое, что попалось для скорости. Ну, выбрали мы Австралию, например. Отлично. Нажимаем далее. Так, что здесь нас интересует? Аудитория. Вот, здесь тоже пишем, да. Так, поиск местоположения тоже напишем Австралия. Вот, страна выбрали. То есть, наша реклама будет показываться только жителям Австралии. И можно уточнить, да, люди, которые живут в этом месте или недавно были, люди, живущие здесь, недавние посетители, путешественники, кто нам нужен, да, а русскоязычные, которые живут в Австралии, скорее всего, люди, живущие здесь. Ну, или недавно были здесь. Нам, в принципе, подходит первый вариант, да. Вдруг они к ним в гости приезжали. В общем, первый, я думаю, что им оптимально. То есть, навсегда рада Австралии будет показываться наша реклама. Как делать креатив, как делать саму рекламу, фотографию? Я не буду об этом говорить, потому что это отдельная, да, тема для обсуждения. Но у нас есть группа реклама в Инстаграм, она называется, да, в Телеграме. И там очень много примеров реклам. Сейчас давайте больше на аудитории сделаем упор. Смотрите, когда вы выбираете аудиторию, вы можете выбрать возраст ваших потенциальных клиентов, партнеров. Сколько лет мы поставим? Сколько вы обычно ставите? 25 или... Ну, я не ставлю, наверное, младше 25. Более такой осознанный возраст. 65 плюс. Тут смотрите по своему возрасту, да. Обычно люди идут на людей, похожих на вас. Поэтому можете поставить примерно свой возраст сюда. Скажем, 45. Кто нас интересует? Кого вы хотите привлечь? Только женщины или только мужчин? Либо всех? Также интересно здесь языки. Вот. То есть как найти... Как свою рекламу настроить именно на русскоязычных? Мы здесь, где языки, пишем прямо вот так по-русски. Русский. И нажимаем. Если вы хотите имена казахов найти, пишем еще и казахский, да. То есть наша реклама, она уже демографическая. Она будет показываться тем, кто знает русский язык. То есть она на наших, да. Вы можете написать украинский, кыргызский и так далее, да. Можно просто русский оставить. Вот. Ну, остальные параметры мы тоже на предыдущих зонах обсуждали. Это сколько вы поставите, бюджет какой на рекламу и так далее. Эти настройки. Так. А курицу получилось собрать столько желающих, и у нас получится. Согласна, да. Асем. Вот. Главное наше намерение, наше видение того, как их партнеров мы хотим привлечь. И затем наши действия. Но действия, конечно, должны быть ежедневными. Особенно, если вы выбираете бесплатный способ продвижения. Это вот в таких группах. Это нужно делать ежедневно. Это можно делать в разных группах. И вы можете прям записать себе в план действий. Ежедневно делать посты в такие группы. И бесплатно набирать, ну, хотя бы желающих. Это уже классно, да. Чтобы люди спрашивали, что это такое, что вы предлагаете. Расскажите подробнее. Это уже классно, когда нам пишут так. А потом, согласиться или нет, это уже их право. Также нужно обязательно проработать, что вы будете отправлять таким людям. Рекруты, да, мы их называем. Чтобы у вас уже был готовый текст, готовые ссылки, маркетинг-план. Лучше, если вы будете сами рассказывать этот маркетинг-план. Потому что если вы отправляете чужой маркетинг-план, большая вероятность, что этот человек пойдет не к вам, а к тому человеку, который его рассказывает. То есть он... Или он пойдет дальше по Ютубу смотреть, искать. Вот. Так, еще какие идеи? Кто уже так работает? Возможно, у вас есть какие-то комментарии, отзывы. Как это работает? Насколько хорошо работает такой метод? Пишите, пожалуйста, в чате. Ну и также у вас должна быть личная страница, да? Личный аккаунт, его тоже нужно оформить. То есть чтобы там были фотографии ваши. Ну то есть не пустой аккаунт. Были посты, чтобы и о бизнесе, и о себе. Чтобы вы вызывали доверие. Чтобы к вам не было страшно обращаться. Не только посты, как фото, а также видео, чтобы было видно ваш голос, слышно ваш голос, видно, как вы там на видео что-то говорите. То есть это тоже больше доверие вызывает, чем фотографии. С большей вероятностью вам человек напишет, когда он услышал ваш голос. Так. И ваша бизнес-страничка тоже должна содержать информацию. Вы можете вот так связать с Инстаграмом, чтобы там дополнительно не делать посты. Так, Айнур пишет. Если будут спрашивать о доходе, какой интервал указывать? От 20 до 60 долларов в день. Зависит от аудитории, конечно. В Европе, например, это не большие деньги, да? Нужно подумать. Вот если вы бы сами, да, поставьте себя на место людей, которых вы хотите, ну, рекрутируете. И какой бы заработок им был интересен, тоже слишком большой, не ставьте. Потому что многие люди просто не представляют себе такие огромные заработки. Вот как Ангель говорит, 50 тысяч долларов в месяц надо зарабатывать, да? И люди, скорее всего, будут шарахаться от таких цифр. И, ну, проходить мимо вашего объявления, потому что для них это еще нереально. Такие цифры. А для нас уже это мясо, мастеров уже. Мы спокойны, да, можем представлять такие цифры. И притягивать такое будущее себе, но не людям. Поэтому 20-60 долларов в день, если для вас это приемлемо. Если бы вы сами заинтересовались бы такой суммой, то почему бы нет? Так, значит, должно быть два аккаунта, личный и бизнес, мира. Да. Можно. Ну, мне кажется, что есть смысл так делать. К тому же рекламу в Фейсбуке нельзя делать платную, если у вас нет бизнес-странички. Потому что вся реклама идет с этой странички, с бизнеса. Все равно нужно, чтобы человек зашел на вашу страницу и примерно, да, понимал, чем вы занимаетесь, ну, как бы, чтобы вам сэкономить время на объяснение. То есть наша цель сделать так, чтобы люди сами приходили к нам в команду. И уже такие, да, обученные, самостоятельные, ну, как вы писали. Бизнес-страница находится в вашем профиле. Айбарша, у меня есть лидер, она пришла из объявления. Объявление написала мама в декретном. Я написала в комментах, напишите мне. И она мне написала в личку. Сейчас она лидер, у нее команда. Я ее люблю, мы команда. Айбарша, спасибо вам большое за классный отзыв. Вот так вот через объявление пришел лидер. Это классно. Да, есть и платные группы. О, интересно. Как вы думаете, реально ли вот так вот через бесплатные объявления найти лидеров себе в команду? Потому что вот у нас пример есть, да. У Айбарши есть пример, Зариф сам пример такой. Что это работает. Да, вот Наталья Афшар пишет. Мы должны быть везде, да. Во всех соцсетях, где только можно. И онлайн, и офлайн. И для меня большим примером, конечно, является наш спонсор Таля. Она, у нее очень большая группа в Фейсбуке. Как она называется? Atomic Global, что ли? И там ежедневно делаются посты. Я так понимаю, делает она не сама их, но в эту группу идут регистрации. То есть если активно вести свою группу, не как я, да, просто дублирую посты с Инстаграма. Если активно вести, делать рекламу на эту группу, если делать интересные посты, то есть можно ее тоже раскрутить. Такая большая, у меня лидеры все холодные. Наталья Афшар, если есть желание, тогда твою энергию найдут везде. Отлично. Напишите, пожалуйста, в чате, что для вас сегодня было новое, что вы для себя взяли полезное, что вы решили, что будете делать, что-то, может быть, какой-то блок, какой-то барьер сегодня ушел, чтобы вы поняли, что не так-то сложно, да, иметь команду за рубежом, не только, да, ограничиваться своей страной. И да, когда мы жили в Южной Корее, мы действительно скучали по родным, по родине, по русскому языку, по кухне. И когда вот понимаешь, да, что люди, которые живут за рубежом, они ищут тоже, ну, вот общение, да, на своем языке. И почему бы не предложить им о том? Здесь и столько друзей, да, находите, здесь мы работаем в дружной команде, здесь и заработок, и развитие, и рост, и все бесплатно. То есть, мне кажется, мы много что можем предложить людям, которые живут за рубежом, и им сложно, им одиноко, им не хватает денег. То есть, давайте поможем им всем, изменим их жизнь в лучшую сторону, и таким образом мы увеличим свою структуру, свой бизнес, свой доход. Так, Зариф пишет, будем принимать приемчики, отличные занятия, будем заходить в группы. Да, заходите и изучайте то, что люди пишут, на что люди реагируют. Нужно это прям себе записывать, да, какие-то прям вот работающие словечки, предложения, фразы. Себе записывайте и тоже их используйте. Для себя поняла Наталья Сергеева, что нужно открыть Фейсбук и задействовать этот инструмент. Отлично, это была моя цель, спасибо, Наталья. Кульнара, возвращаюсь в Фейсбук. Отлично. Я думала, что Фейсбук несерьезно, пустые разговоры. Понятно. Артур, спасибо за информацию, буду работать со страницами. Отлично. Зариф, да, очень интересно, хотя Зариф и уже работает в Фейсбуке, да, все равно пишет интересно. Спасибо большое, Зариф, не умею писать посты, теряюсь, что в них писать. Ну, в таком случае вы подписывайтесь на тех людей, которые умеют писать и делайте что-то подобное. Не прям, да, под копирку, а просто берите оттуда идеи, подписывайтесь на людей, которые вас вдохновляют, и у вас обязательно появятся идеи, что писать. Айнур, открыл для себя то, что забыла про возможности в группах в Фейсбуке, хотя все это есть, да. Да, мы как будто, ну, мы знаем даже, но не думаем об этом, да, в определенном ключе. Спасибо за отзыв, Айнура, Мира. Да, надо трудиться, где брать идеи, о чем писать. Ну, я только что говорила, да, об этом, о чем писать. Спасибо, Мика, спасибо, Наталья. А так Фейсбук стоит. Да, Фейсбук, очень большая аудитория в Фейсбуке, очень большая русскоязычная, да, то, что нам нужно как раз, нам нужны русскоязычные, казахскоязычные, кыргызкоязычные, ну, в общем, все языки, которые вы говорите, вы найдете обязательно людей. Так, да, Фейсбук сейчас в тренде, и надо использовать его. Пишет Сема, осталось дело за малым, вспомнить логин и пароль. Точно. Да, даже если вы создаете аккаунт сначала, без проблем вообще вы найдете друзей, его раскачаете, главное, да, ежедневно там появляться и что-то делать. Наталья пишет, и моя цель, записала в своем сценарии, это желание. Тут обучение еще, классно, Наталья. Тариф для меня интересный Фейсбук, чем Инстаграм. Ну, вот так, о чем я говорю, в Турции тоже, да, я так понимаю, что больше в Фейсбуке. Ну, и вот кто наши в Корее, просто в Инстаграме не так много, вот этих групп нет. Нет, мы, вот даже живя в Корее, я больше в Фейсбуке проводила время, чем в Инстаграм. Так, Айнур пишет, мой руководитель всегда говорил мне, что не надо открывать Америку, я о том, чтобы писать в постах, не копировать, а преобразовывать, обрабатывать готового материала. А такие мудрые слова, спасибо большое, Айнур, для всех полезно. То есть не изобретайте велосипеда, а что-то подобное, что-то пишите, берите идеи. Используйте их в своей работе. Спасибо вам большое, я рада, что удалось, да, что-то вам какие-то идеи поделиться с вами, чтобы ваш бизнес был еще успешнее, еще динамичнее, чтобы у вас появлялись партнеры со всех стран, которые вы себе записали в список, да, какие страны, какие города, какие языки и так далее. Фейсбук легче для всех, как люди привыкли, а в инсте не все понимают. Да, Наталья, есть еще барьер, да, кажется, что Инстаграм это сложно, это там надо эти картинки, фото постоянно выставлять, а в Фейсбуке можно даже просто сообщениями пользоваться и все. Как уйти от нежелательных постов, Узенгуль? Не совсем понятный вопрос. Спасибо за их, спасибо за поддержку. Спасибо. Узенгуль, мне в личку напиши, что именно. Каких еще нежелательных постов? Инура пишет, спасибо за то, что вы есть, Ника, вам спасибо. Инура, Тина пишет, благодарю за полезную информацию, за помощь в развитии. Спасибо, Тина. Желаю вам огромных структур, огромных команд, да. И тоже смотрите, если вы не представляете, как это, да, иметь большую глобальную команду, смотрите на тех лидеров, у которых есть эти команды. И это не обязательно те люди, с которыми всю жизнь общались, и вот они предложили, ну, как бы не теплый круг. Это может быть партнеры партнеров, но обязательно появляется большая команда у человека, у которого, во-первых, большое сердце, а во-вторых, большое видение. То есть он уже себе представляет этих людей. И тогда это быстрее просто приходит в нашу жизнь. Мы просто делаем большую ошибку, что вот не заполняем жизненный сценарий, да, то есть не пишем, чего мы хотим конкретно, когда, даты ставьте, когда вы хотите найти тех или иных партнеров в свою команду. Идеальный вечер, пятница, спасибо, спасибо большое за обучение. Мика, мы с вами до победной, всегда своевременно актуальна. Благодарю за... А, я там прочитала. Благодарю, Мика, за полезную информацию. Спасибо огромное, очень рада быть полезной. И желаю вам огромных чеков, так как у Imperial Master 200 тысяч долларов каждый месяц. Но для этого нужно немножко поработать, да, даже множко поработать, если вы хотите этих чеков быстрее. Мика, спасибо, пишет Эдуард. Теперь надо в Фейсбуке активизироваться тоже. Да, Эдуард, это отлично, да. То есть мужчины, они больше могут притянуть больше мужчин. Да, у нас так с Владимиром работает, что я притягиваю больше женщин. Женская аудитория, он притягивает мужскую аудиторию. И таким образом у вас в команде и женская мужская энергия. Тоже круто. Всем и нам, и вам удачи в Атоме и Наталье в Шарпе. Отлично, пожелания. Асима, да, точно, создать дневник и каждый вечер его заполнять планами. На следующий день надо вести привычку. Да, конечно, в голове очень сложно удержать все эти мысли. И когда они только у нас в голове, мы, большинство, да, не делаем этих задач, мы их забываем. А когда мы их записываем, мы их себе напоминаем. И когда мы просто пишем какую-то цель, она становится для нас более реальной. Мы уже представляем, как мы ее делаем. И у нас появляются силы на то, чтобы ее сделать. Чем если мы в голове будем все держать, и просто будет нам сложно на чем-то сконцентрироваться. А так мы будем точно бить по каждой цели, да, ставить галочку, что мы это сделали. То есть это уже такой вот инструмент. Отлично. Спасибо всем большое, что пришли на этот вебинар, что вас интересует развитие, что вы хотите большие команды, что вы такие позитивные, такие разносторонние, легкие на подъем. Это говорит о том, что, да, вы готовы принять в свою команду огромное количество новых регистраций, партнеров, большие команды, да, быть лидером этих команд, иметь возможность не только притянуть, привлечь, обучить, но и как бы удержать, да, такие большие команды, чтобы они всегда были с вами. Представляйте отличные дружеские отношения между партнерами, и что вы вместе выходите на доходы, вместе растете. То есть это все в нашей голове. Ну что ж, мы заканчиваем. Всем спасибо. С вами очень приятно общаться. Желаем успехов. До свидания.